Добрый вечер, в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Все, что нажито непосильным трудом, на какие активы депутата Полякова суд наложил арест. Загадочная смерть, как покончить с собой тремя выстрелами в затылок. В заложнике пищевой цепи, кто побеждает в тендерах на поставку провизии для армии. Да будет пис, как лошадь Наташа объединила одесситов в борьбе за права животных. Он отказывается надевать электронный браслет и рад бы сдать паспорта, да не знает куда. Соломенский райсуд рассматривает дело на ордепо-фронтовика Максима Полякова. Прокуроры просят взыскать его залоговую сумму в пользу государства, пока деньги находятся на спецсчете и должны быть возвращены. Нардепу после истечения срока меры пресечения. Все подробности мы узнаем от Павлина Василенко, она с нами на прямой связи. Павлина, здравствуй, расскажи, есть ли уже решение и как проходило это судебное заседание? Прокуратура считает ордепо-фронтовика Максима Полякова злостым нарушителем, поскольку он не выполняет возложенные на него меры пресечения обязательства. Он не сдал свои два паспорта, он отказался надевать электронный браслет слежения, а также он периодически уезжает из Киева и его родного города Умани, что делать ему категорически запрещено. И за такие нарушения специализированная антикоррупционная прокуратура требует взыскать 304 тысячи гривен залога, который внес нардеп Поляков в пользу бюджета Украины. Почему-то Максим Анатольевич вважает, что, используя своим высокоповажным статусом народного депутата, на него не распространяется ни закон, ни оквала суду, то есть решение суду, которое на сегодняшний день набрало чинности, может быть, и размер заставы, который был визначен судом, все-таки не способен обеспечить в полном обществе выполнение подозреваемого Полякова Максима Анатольевича, положенных на него обвязков. Защита Полякова и сам депутат говорят, что 304 тысячи гривен – это очень большая для них сумма, большая сумма для самого депутата. Если они идут в бюджет, то это будет большая для него потеря. А в своем оправдании Поляков говорит, что он ничего не нарушает, исполняет все предписанные ему обязательства и обвиняет детективов НАБУ и полицию в том, что они были некомпетентны в тот момент, когда пытались надеть на него электронный браслет, чем и мешали его депутатской деятельности. Но по поводу паспортов, Поляков сказал, что он бы и рад их сдать, да вот не знает куда. Я заявил, что обязательство сдать на зберегание паспорта на Полякова покладено до соответствующего органа. То есть просто шаблонно переписал норму криминального федерального законодательства, не заявляя, что это за орган. Мы уже все соответствующие органи обошли. Хочу поведомить следующее, что, на жаль, весь час, в час следствия на меня действует тиск. Он поправлялся даже 27 числа, когда я появился до отборки милиции, и, на жаль, я видел, что есть грубое порушение закону. На заседании также заслушали свидетелей, это полицейского и детектива НАБУ, которые присутствовали 27 июля, в тот день, когда нардеп отказался одевать электронный браслет. Также продемонстрировали часовое видео, снято 27 июля. Они несколько раз поведомляли и просили прекратить перешкоджание процессуальной деятельности, пытаться успокоить, можно так даже сказать, гуманянина Полякова. Было всякими правдами и неправдами, с боку защитника, с боку подозванного Полякова, перешкоджание. Не перебивайте мне, вам разговариваю на ровный результат Украины. Заседание закончилось полчаса назад, продлилось оно сегодня 5 часов. Судья не приняла никакого решения и решила перенести слушание дела на 18 августа. Тогда также планируется дослушать показания других свидетелей. Также сегодня стало известно, что Соломинский райсуд арестовал имущество Максима Полякова. Это недвижимость, к которой ему принадлежит автомобиль, деньги и даже часы. Но сам Поляков сказал, что для него это не стало новостью, поскольку все нажито непосильным трудом депутата, было арестовано еще две недели назад. Напомню, нардеп-фронтовик Максим Поляков, есть фигурантом янтарного дела, и он фигурирует в нем вместе с другим нардепом, исключенным из фракции блока Петра Порошенко, Бориславом Разенблатом. Полякова подозревают в том, что он взял 7,5 тысяч долларов взятки за внесение изменений в законодательство о добыче янтаря. Наташа. Спасибо, Павлина. Павлина Василенко об итогах судебного заседания по делу Максима Полякова. Второй фигурант янтарного дела, нардеп Борислав Разенблат, не намерен покидать территорию Украины. Об этом и о том, что он сдал свои паспорта, он заявил в интервью украинским новынам. По словам Разенблат, он владеет недвижимостью в Германии, но избегать следствия и противодействовать возможному аресту не будет. Напомню, 18 июля Соломинский суд избрал нардепу меры пресечения в виде залога в 7 миллионов гривен и обязал его носить электронный браслет. Антикоррупционное бюро взялось за нацагентство по предотвращению коррупции. Детективы Набу расследуют три производства в отношении чиновников нацагентства. Их подозревают в присвоении и растрате госимущества. В бюро также добавили, что пока не сообщали о подозрении фигурантам. Напомню, в середине июня полиция и прокуратура уже проводили обыски в НАПК. Расследовать скандальное банкротство Прилудского завода «Пожмашина» требует народный депутат Сергей Каплин. Он утверждает, что пока глава МВД тормозит следствие, главный радикал Олег Лешко уже вывел миллиарды в кипрские офшоры. По словам лидера социал-демократов, понедельник Олег Лешко Аверьянов сначала был замом главы ГСЧС, после чего стал директором «Пожмашины». И за полгода полностью обанкротил завод. Затем все имущество отошло фирме «Индастрилгрупп», владельцем которой является тот же Аверьянов. Все факты Сергей Каплин сообщил в НАБУ и ГПУ. Покончил с собой тремя выстрелами в затылок. В Миргороде полицейские уже полгода расследуют загадочную смерть капитана Василия Хукола. Тело убитого нашли на территории воинской части 15 января. В тот же день он был на службе. Почему это дело уже несколько раз пытались закрыть и что известно родственникам погибшего, узнаем от Александра Васильченко. В том, что сын совершил самоубийство, Нина Хукола не верит, утверждает, в деле до сих пор много неясностей. Я открыла личку, личку, и вот так держала его за головку, пока ехали в морг, то крови не было. А на фотографиях вижу, что все, даже тут плюха така на тому, что я смотрю по губах, з рота кров не шла. И побили. Не описал медэкспорт синяка под левым глазом, не описал сзади этих пострелев. Результаты судмедэкспертизы, утверждает Нина Хукола, подменили. По ее словам, пуля, которая прошла на вылет, не найдена. Следственные действия проведены не в полном объеме. Спустя полгода после убийства материалы дела ей так и не показали. Сговор между, я назву, войсковая часть, полиция и медэкспорт Василов. По версии родственников, капитан Хукола в день смерти отвечал за охрану военного автопарка и якобы стал свидетелем нелегального вывоза оружия из части. Тело капитана Василия Хукола на территории части нашли приблизительно в половине второго дня. Уже через час на этом КПП были родственники убитого. И только после этого военные вызвали сотрудников полиции. По словам близких, правоохранители ехали на место преступления практически два часа. Закрыть уголовное дело полицейские пытались уже несколько раз. Основная версия – самоубийство. Расследование проводит Миргородская полиция. Мы попытались встретиться со следователем. На данный час следователь Яхно Александра Петрович находится в городе Киеве на заслуховании по цепи этой справы. Следователь Яхно это подтвердил, однако встречаться отказался. В России в Киеве? Какие справы? В области выстрелили? В городе Киеве? А могли бы мы сегодня, например, встретиться, чтобы наш корреспондент подъехал до вас поспілкуваться? На вечер. Сегодня на вечер. Я не готовим сказать, когда я буду. А может по телефону прокомментуйте? Вот сейчас просто. Смотрите, звоните до предсцентра ГОНП. В следствии Миргородские полицейские последние несколько месяцев проводят под контролем военной прокуратуры Полтавской области. Комментировать ситуацию без разрешения начальника там отказались. Часа полтора его еще точно не будет. Хотите, можете дождаться. Нет. Мы дождемся. Общаться на камеру военный прокурор отказался, но сообщил, дело практически раскрыто. Не сомневается, что смерть Василия Хукола самоубийство. Но ознакомившись с фотографиями с места происшествия, эту версию под сомнение ставит эксперт-криминалист Сергей Костыра. Возникают вопросы относительно места преступления. Удар пули в висок первый, который причинил бы смерть, он бы минимально подтолкнул тело в левую или в правую сторону, и нога бы, скорее всего, это не 100%, но, скорее всего, нога была бы согнута и тело лежало бы полубоком. Здесь мы видим положение трупа, ручки ровно, ножки ровно, человек лежит. Это говорит о том, что, скорее всего, это не место, на котором наступила смерть. Справедливого расследования убийства требует и нардеп Сергей Каплин. Парламентарий уверен, есть люди, которым выгодно закрыть это уголовное производство. Мы начинаем большую кампанию, на целом на то, чтобы примусить за допомогою президента, премьера, депутатов Верховной Ради Украины, но перед всем громадственности, примусить, первое, расследовать эту справу, установить справедливость, друге, покарать виновных в этих фальсификациях, взорвать погоны у тех, кто плюнул фактически в душу в обличии матери настоящего героя, который, на обмине всяких новоявленных генералов Авакова, шесть раз был в АТО. Подробности будут следить за развитием событий и расследованием смерти капитана Василия Хукола. Александр Васильченко, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. За три года войны на Донбассе погибли 2307 украинских военных. 8 185 человек получили ранения. Об этом сообщил начальник генштаба Виктор Муженко. По его словам, вражеская военная группировка на временно оккупированной части Донбасса составляет около 40 тысяч человек. Причем треть из них, подчеркнул Муженко, это кадровые российские военные. О том, как прошли последние сутки в зоне АТО, подробнее расскажет наш корреспондент Руслан Смещук. Это взрывается, растяжка. Украинские позиции на шахте Бутовка. Прошедшая ночь здесь была одной из самых горячих на фронте. Посадки рядом до сих пор горят. Боевики их подожгли трассерами. Ну, они начали где-то с часов, с пол седьмого вечера. Почался огонь. Я еще домой пришел. Они где-то стреляли где-то до 11, до 12 часов ночи. Мы еще не просерлили бои. Наши солдаты рассказывают, последние несколько суток противник боеприпасы не экономит. И буквально заливает украинские позиции смертоносным металлом. Усилили их тяжелым вооружением. Ну, как тяжелым. Типа СПГ, 12,7, УТОС. И они более сильным огнем начинают нас покрывать. И так же им подвезли боеприпасы. Если мы знаем, что раньше для них ВОГ-17, они редко ГЭС выкористовывали. Сейчас и ГЭСом начинают покрывать. То есть видно, что противнику подвезли вооружение и боеприпасы. В какой-то момент у наших терпение лопнуло. После очередного прилета вражеской реактивной гранаты, щедро, как говорят сами бойцы, насыпали врагам в ответку из всех стволов. После четырех приходов СПГ по моим позициям, мы решили это безобразие устранить. Был нанесен огневой удар противнику. Загнали его под землю, так, чтобы они не шалили. Увы, не обошлось без потерь. Близко четвертую ранку начался обстрел наших позиций. Он продолжал несколько минут. Наши военные начали ответить на этот обстрел. В результате этих действий одно из изразков оружия выбухнуло. В результате этого, на жаль, двое наших военных погибло. Еще пять получили травмы разного уровня. Ранеными сейчас занимаются лучшие врачи. Кроме того, создана спецкомиссия, которая расследует этот трагический случай. Руслан Смещук, Евгений Пахальчук и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. В Украине стартовал внеочередной призыв в армию. Об этом сообщает пресс-центр Насгвардии. До 31 августа для прохождения службы будут отбирать мужчин призывного возраста от 20 до 27 лет. В Генштабе отметили, что дополнительный набор необходим для обеспечения охраны судов и подсудимых. Призванные срочники не будут нести службу в зоне АТО. Еда, от которой не помогают лекарства. Несъедобную тушенку, которой кормят украинских бойцов, обнаружили волонтеры. Зубы, кожа, прожилки. Все это месиво подают под видом консервов на передовой. Кто травит военных этой псевдоедой? Разбиралась Инна Томита. На этих кадрах не продуктовые отходы, а солдатская еда, тушенка. Месяц назад военные на некачественные продукты пожаловались волонтерам. В 128-й бригаде подтверждают, что такую тушенку им на передовую привезли аккурат под праздник, День Конституции. Но после этой еды не помогают даже таблетки. Вы понимаете, мы же там тоже люди. И мы хотим есть тоже. Мы хотим съесть этот кусочек мяса. Вы сами понимаете, у нас там очень мало. Поехать в какой-то подряд, чтобы купить там какие-то кусочки мяса, молока. Мы находим годину там. Есть люди, которые там подвозят нам волонтеров. Но это за свои деньги. После жалоб активисты сдали продукты на экспертизу. Ничего общего между содержимым в банке и составом на этикетке нет и близко. Там действительно есть как по ГОСТу кусочек мяса 30 грамм. Может один, два или три. Но все остальное, такое ощущение, что взяли некачественную говядину, потому что по экспертизе присутствует темно-красный цвет. Это шкура, это щетина, эти вот суды не пучки и непонятно что. И такого добра, по данным волонтеров, на передовую привезли более семи фур. Это несколько десятков тысяч банок на более чем 2,5 миллиона гривен. Еще более сомнительной, чем сама тушенка, оказалась компания-поставщик. Эта компания, Адама 2000, здесь занимается легализацией мясных вырубов, консервов и разного рода продукции. То есть, по-другому, это весь непотреб, который существует там в регионе. Он легализуется там, цепляется вот эта бирка, запаковывается все в банк и реализуется. Активисты опасаются, что могут пострадать не только военные. Ведь эта компания победила в ряде тендеров на поставки еды не только в армию, но и в школы и ПТУ. Волонтеры просят генпрокуратуру проверить поставщика. Инна Томина, Алексей Шматов, подробности, телеканал Интер. На Буэсап задержали 6 человек, причастных к хищению средств во время строительства так называемой стены или европейского вала. Задержания эти прошли в рамках расследований по факту растраты госсредств, выделенных для инженерно-технического обслуживания украинско-российской границы. Среди задержанных должностные лица госпогранслужбы и предприятий-подрядчиков. Я напомню, что это проект главного фронтовика Арсения Яценюка. Начинался он как нечто грандиозное, по крайней мере, экс-премьер так его анонсировал. Европейский вал должен был остановить российское вторжение, но на деле оказалось, что это действительно всего лишь металлическая сетка, ров, вал, смотровые вышки и камеры видеонаблюдения. Обходится этот проект государству весьма недешево. Общая стоимость 4 миллиарда гривен. В стену уже замуровали 600 миллионов, а в этом году сначала выделили 200 и затем прибавили еще 300 миллионов. Ни конца, ни края. История с избранием меры пресечения одному из подозреваемых в перестрелке в Днепре продолжается уже почти неделю. Давиду Побелеру выдвигали разные подозрения. Сначала в умышленном убийстве, потом в вымогательстве. Каждый раз адвокатам удавалось затянуть время и срок избрания меры пресечения истекал. Последнее выдвинутое ему подозрение в незаконном ношении оружия. Защитники снова применили отработанный сценарий, отвод переводчика, дважды судьи и прокурора. А в 16.35, когда 74 часа отведенные для избрания меры пресечения истекли, Побелеру резко стало плохо. Его забрала скорая. Но следователи не сдаются, они снова направили ходатайство о задержании сразу по трём статьям. Это умышленное убийство, вымогательство и незаконное ношение оружия. Он был ранее заслуженным и что в него перебывает так называемым испытовым термином. Такие особи находятся в специальном перелике. Он просто не сможет выехать. Грузия чтит память погибших в пятидневной войне. 8 августа, 9 лет назад, началось российско-грузинское военное противостояние. Тогда Москва поддержала сепаратистские группировки в Абхазии и Южной Осетии. Российский президент назвал эту операцию принуждением Грузии к миру. В результате грузинская армия потерпела поражение. Погибли несколько сотен военных и мирных жителей. А Россия признала самопровозглашённые республики. Сегодня в память о погибших на всей территории Грузии приспущены флаги. В Украине не будут повышать пенсионный возраст. Об этом Владимир Гройсман написал на своей странице в Фейсбуке. Как сообщил премьер-министр, правительство планирует ликвидировать также уравниловку. Это когда размер пенсии практически не зависит от количества отработанных лет. Но не пенсиями едиными. У премьера есть новости для студентов. Руководству Минфина и Минобразование поручили найти деньги на совершенствование единой электронной базы по вопросам образования. Я напомню, из-за сбоев в работе в июле пропали заявления абитуриентов, у которых не был подсчитан конкурсный бал. Глава правительства заверил, что все сложности уже преодолели. И теперь какое-либо вмешательство в систему просто невозможно. В Волынской области на взятки поймали следователя областного управления полиции и бывшего эксперта-криминалиста. В отношении бизнесмена, который занимался незаконным игорным бизнесом, было открыто уголовное производство. Во время обысков в залах изъято оборудование. Но всего за 130 тысяч гривен взяточники гарантировали, что дело это будет закрыто. И еще двоих полицейских, и тоже на взятки, задержали в Черниговской области. Вместе с бывшим сотрудником органов внутренних дел они вымогали деньги у предпринимателей, которые нарушали правила торговли. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ. Заплатив КОПом 3,5 тысячи гривен, бизнесмены избегали административных и финансовых санкций за продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним. И сохраняли при этом свою лицензию. Дроны под запретом. Американские военные обязали все службы сбивать беспилотники, замеченные возле военных баз. Почему решили действовать так жестко и чего именно опасаются, узнаем от Дмитрия Анопченко. Он в Вашингтоне. Дроны буквально заполонили небо над Америкой. По подсчетам федеральной авиаадминистрации их уже сейчас свыше 40 тысяч. А через 4-5 лет будет в 10 раз больше, полмиллиона. Небольшие беспилотники запускают и коммерческие компании, доставляют грузы по небу быстрее и обычные американцы. Многим хочется полетать над городом, рассмотрев его с высоты птичьего полета. Вот только силовики обеспокоены. Сначала они полностью закрыли небо над столицей, после того, как дрон упал на лужайку Белого дома. Запретная зона 30 миль над Вашингтоном. Но сейчас свое слово сказали военные. Пентагон разослал указания. Разрешено сбивать любые беспилотники, которые подлетают к военным базам и аэродромам. Пресс-секретарь Пентагона Джефф Дэвис сообщил, их полномочия и раньше позволяли отслеживать, конфисковывать или даже уничтожать беспилотники. Но теперь вынуждены закручивать гайки. Поскольку в небе столько всего неопознанного, что и уследить сложно. А в прессе пишут, мол, есть опасения, что русские под видом туристов могут летать над стратегическими объектами. Потому что вблизи военных баз беспилотники замечали довольно часто. И пойди разберись, это радиолюбитель не туда залетел? Или кто-то специально дрон в этот район направил? Но есть еще одна опасность. Беспилотники сейчас становятся все более мощными. И многие опасаются, что, к примеру, сторонники ИГИЛ могут прикрепить к планеру взрывчатку и послать его к цели. Но бум уже не остановить. Онлайн-магазинам выдали официальные разрешения доставлять заказы по воздуху. Многие уже запустили небесный сервис, рассчитывая когда-нибудь вообще от услуг почты отказаться. И все, что остается государству, это присваивать дроном номера, как автомашинам. И просить авиалюбителей сдавать на права, чтобы их гаджеты не залетали туда, куда не нужно. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Германия направляет своих экспертов в Бельгию и Нидерланды, чтобы быстрее справиться с последствиями так называемого фипронилового скандала. Тем временем отравленные куриные яйца продолжают свой путь по ЕС. Все подробности узнаем от Татьяны Лагуновой. Еврокомиссия предупреждает Францию, Великобританию, Швецию и Швейцарию. К ним тоже могли попасть загрязненные фипронилом куриные яйца. И рекомендует проверить все подозрительные партии. А в случае положительного лабораторного теста изъять их из продажи. Как это уже сделали в Германии, Бельгии и Нидерландах. Власти стран, которые мы предупредили, теперь должны проверить эту информацию. Все партии яиц можно отследить. Параллельно пострадавшие европейские страны делают все, чтобы в продажу не поступали новые партии опасных яиц. Все фермы, где обнаружены следы фипронила, закрыты на неопределенное время. Мы будем закрыты до тех пор, пока вещество фипронил полностью не исчезнет из нашей продукции, курятины и яиц. Как вообще запрещенный фипронил попал на ферму, уже выяснили. Один из производителей средств для борьбы с насекомыми смешивал его с безобидными растительными препаратами и продавал европейским фермерам. В Германии, Нидерландах и Бельгии уже начаты уголовные расследования. Татьяна Лагунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Одесская история с рухнувшей от жары лошадью, которая не выдержала 40-градусной жары и жадности своих владельцев, обернулась акциями протеста. Десятки людей сегодня требовали от местной власти соблюдения прав животных. И в этом их поддерживает новый закон, который на днях вступил в силу. Все подробности узнаем от Андрея Анастасова. Новость о лошади, которая буквально рухнула от изнеможения в центре Одессы, всколыхнула интернет. Очевидцы рассказывают, животное, запряженное в карету, целый день катало туристов на 40-градусной жаре. Несколько часов небезразличные люди откачивали беднягу. Отойдите, оставите сейчас. Давайте не друйся там. Давайте полюбить. Лошадь зовут Наташей. Ей 17 лет. Сегодня она пасется на лужайке у хозяев. Состояние удовлетворительное. Зоозащитники утверждают, в обморок животное упало, получив тепловой удар. Наташу эксплуатируют. Причем в температурном режиме, который даже для крепких животных невыносим, без воды. Изможденную для катания туристов. Хозяйка Наташи все отрицает. Говорит, в тот день лошадь вывели в город вечером, якобы для обкатки кареты. Лошадь спотыкнулась, упала. Естественно, под давлением кареты лошадь встать не может, потому что немножко это было с горки. Потом, когда люди думали, что у нее тепловой удар, пообливали ее все водой, дом, короче. Лошадка стала идеально мокрая, скользкая. История с лошадью переполнила чашу терпения одесских активистов. Полсотни человек пришли протестовать на Дерибасовскую, городскому департаменту экологии. Потребовали от чиновников конкретных действий, а не отписок в случаях жестокого обращения с животными. Тем более, на днях ответственность за это усилили. Нарушителям грозит либо штраф до 5000 гривен, либо от 3 до 8 лет тюрьмы. Одесса без жестокости! Одесса без жестокости! Правда, есть и обратная сторона медали. По новому закону, в Украине отныне запрещены передвижные зверинцы, как, например, этот в парке. Возникает вопрос, куда девать животных. Первое время волонтеры готовы разместить их у знакомых в приютах, как бы дальше не знают. Как часто к нам обращаются, а, так заберите их себе. Но у нас нет возможности, у нас нет в Одессе места, куда можно было бы их определить. Очевидно, властям придется искать выход из этой ситуации, а полиции усилить контроль за соблюдением новых правил. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин, подробности, телеканал Интер, Одесса. Рейтинг Дональда Трампа в очередной раз достиг минимума. Опрос провела оппозиционно настроенная к американскому президенту телекомпания CNN. Согласно исследованию, через полгода после избрания работу главы Белого дома одобряют лишь 38% американцев. Негативно к президентству Трампа относятся 56% опрошенных. Это на 2% ниже показателей, опубликованных 100 дней назад. Таким образом, нынешний глава Белого дома установил антирекорд в американской истории. Ранее самый низкий рейтинг одобрения на этом этапе был у Билла Клинтона. В 1993 году его поддерживали 44% граждан США. Упали рейтинги и у французского президента. Эммануэль Макрон за первые 3 месяца правления потерял почти половину поддержки. Если на выборах за него проголосовали 66% избирателей, то сейчас поддерживают всего лишь 36%. В чем проблема Макрона, узнаем от Елены Абрамовича. На традиционном президентском портрете Эммануэля Макрона на его столе лежат пара айфонов и копия мемуаров национального героя Шарля де Голля. Хотя Макрон политик современный, но считает себя идейным наследником генерала, возглавившего сопротивление гитлеровцам во Второй мировой войне. Стиль Макрона во Франции назывался Юпитер. Это была идея бывшего президента Франсуа Миттерана, или скорее его команды. Нетипичный правитель, немного похож на Бога в небесах. Он появляется неожиданно и бьет молнией. Сильную руку Макрона на мировой арене французы оценили. От публичного упреха президенту США Дональду Трампу за отказ от климатического соглашения, до критики работы российских СМИ. Но вот политика бюджетных сокращений ударила по его рейтингу. Несогласный с этим начальник генштаба французской армии ушел в отставку. Оппозиция стала называть депутатов из президентской партии марионетками. По моим наблюдениям, 310 членов парламента от партии Макрона голосуют синхронно. Довольно часто повторяются в своих аргументах. Группа, избранная на волне Макрона, продвигает неоднозначные месседжи. Раздражены и журналисты. Макрон с ними общается крайне редко. Как центрист он сознательно выбрал стиль, который отличается от его предшественников. Консерватор Николя Саркази был гиперактивным в общении со СМИ. Социалист Франсуа Алан зарекомендовал себя как слишком доступный для медиа. Макрон же сократил коммуникации со СМИ. Отменил даже традиционное интервью в день Бастилии. Вместо этого ведет прямые трансляции в Фейсбуке. Недостаток такого типа коммуникации в том, что он больше не разговаривает с гражданским обществом, а отдает приказы. Это больше не демократия, а сотрудничество и участие. Соцсеть не дает возможности диалога. Это поведствование, которое ведется сверху. Глава государства может отдалиться от народа. Французы решили немного остудить пыл молодого президента. И с помощью петиции заблокировали его очередную инициативу. Присвоить своей супруге статус первой леди. Елисейский дворец отказался от инициативы и предложил издать так называемую «Хартию прозрачности», в которой подробно изложат, во сколько французам обходится содержание жены президента, сколько сотрудников в ее команде и чем она вообще занимается. Елена Абрамович, Евгений Каминский, подробности, Европейское бюро телеканала Интер. На что способен разгневанный робот? Где живут самые отзывчивые полицейские? Как окурки используют в Австралии? Об этом и не только в нашем обзоре. Хакеры, неделю назад похитившие сценарий серии «Игры престолов» с сервера в студии HBO, потребовали выкупу директора компании Ричарда Плепнера. По данным Associated Press, речь идет о 6 миллионах долларов. Похитители уже выложили в сеть сценарий пятой серии, седьмого сезона, еще не вышедшей в эфир. Если их требования не выполнят, хакеры грозятся слить в сеть и другие материалы. В соцсети покорил робот-мститель. Машина, проигравшая в забеге человеку, отомстила ему, сбив победителя с ног. Гонки с роботом организовал представитель американского Бейлорского университета Шон Падди, который сам стал их участником. Когда же Падди опередил робота, тот отреагировал неожиданно. Отклонился от траектории и толкнул мужчину. Всего за сутки этот видеоролик набрал 10 тысяч лайков. Полицейский аттракцион невиданной щедрости. В Торонто правоохранители подарили 18-летнему парню одежду, которую тот прихватил из торгового центра. Он пытался вынести из магазина белую сорочку, галстук и пару носков. Копы, приехавшие на вызов, воришку не задержали. Более того, купили ему всю эту одежду, узнав, что в семье парня финансовые проблемы, а новая одежда необходима для важного собеседования. В Австралии планируют ремонтировать дороги с помощью окурков. Идею предложили ученые из Королевского технологического института в Мельбурне. Мол, в мире ежегодно выбрасывают больше миллиона тонн окурков. Чтобы добро не пропадало, его предлагают использовать для укрепления дорожного покрытия. Для этого окурки собираются высушить, поместить под пресс и залить горячим битумом. По мнению ученых, такая технология не только повысит прочность дорожного покрытия, но и снизит нагревание асфальта. Жители американского Арлингтона заметили на улицах автомобиль, который ехал без водителя. Как оказалось, драйвер все-таки был замаскированный под кресло. На вопросы удивленных прохожих не реагировал. В университете Виргинии пояснили, водитель в костюме кресла участвует в испытаниях беспилотных автомобилей и был одет в положенную униформу. Исследование секретное, поэтому кресловодитель ни с кем не общался. В колумбийском городе Медель инстартовал ежегодный цветочный фестиваль. Традиционно его открывает грандиозный парад, который посвящен отмене рабства. Как символ этого, жители Медель-Ина во время парада вместо тяжелой ноши несут на своих спинах корзины с цветами. Фестиваль продлится пять дней. В это время свои творения представят флористы, съехавшиеся со всей страны. На сегодня это все новости. Приятного вам вечера и до встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok